Всем привет! И простите, что так долго томил. Просто выбирал, и если вы внимательно следите за нашими тест-драйвами, то заметили, что выбор был непростой. Сейчас вы ее увидите, и я обязательно поделюсь всеми аргументами, но сначала попробуйте угадать. Вот здесь вот появится голосование, выберите тот вариант, на который вы ставите, и потом вместе посмотрим, были ли вы правы. А я пока подожду. Ну да, конечно, вы можете просто перемотать видео вперед, но так же неинтересно. Итак, из чего я выбирал? Новый Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7, Mercedes GLE и Maserati Levante. Вы спросите, всего из пяти? Ну нет. Просто странный YouTube разрешает добавлять вопросы только пять вариантов. Поэтому пришлось выбрать, так сказать, финалистов. Хотя я еще реально рассматривал Jeep Grand Cherokee, Lexus RX, новый Prado, прошлый Touareg и даже Sorento. Итак, давайте вычеркивать по одному. Когда я продал свой Touareg, то думал, что смогу его поменять только на точно такой же, но рестайловый. Я сразу же пошел к дилеру, сделал предзаказ и ждал вот-вот получить машину. Но я не знаю, насколько это правда. Говорят, что компания Aisin недопоставила заводу Volkswagen коробки. И Volkswagen решил все-таки остановить конвейер, не ждать коробки. И забил кардан на украинских клиентов. Так, по-моему, под сотню человек в Украине, в том числе и я, не дождались своих машин. Но в компенсацию за такое дилер предложил пять процентов скидки на новое поколение Touareg. Серьезно, пять процентов за такой факап? И это при том, что новый Touareg заходил по явно завышенным ценам. Ну, кроме этого, после уже полного тест-драйва нового Touareg, как вы заметили, я в том числе был не впечатлен. Конечно же, лучшее предложение в классе больших кроссоверов по соотношению цена и количества опций у Kia Sorento. Но просто все в нем есть, кроме, к сожалению, одного немецкой управляемости, к которой я привык и без которой я уже не могу. Увы и ах. Это весной, когда наши дороги сошли вместе с последним снегом, я снова начал задумываться о Toyota и даже пошел в салон, чтобы возобновить свои впечатления о Prado. Но вспомнил все плюсы и минусы. Дизель для города слишком медленный, бензин слишком прожорливый. Ну, а управляемость вы сами знаете, вычеркиваем. Смотрел на Lexus RX. Очень приятные сейчас цены, но в моем понимании те же грабли. Моторы. 200Т. И ест немало, и едет не фонтан. Да, есть 3.5, и он действительно едет, но жрет уже просто не в себя, и цена там уже совсем не такая интересная. А вот Grand Cherokee с дизелем очень даже интересные. Да, нету окончательной уверенности в надежности, но с другой стороны, как мы с вами уже говорили, 5 лет гарантии заставляют ни о чем не париться какое-то время. Но, вы знаете, в моем понимании машина слишком громоздкая и для людей постарше. Для тех, кто, знаете ли, понимает толк в джипах. Мазерати Леванта. Очень долго не отпускала. И эксклюзив, и честный драйв, и до 5 лет расширенная гарантия. Но все-таки подумав, я понял, что брать Мазерати с дизелем это ну такое, а бензиновую эску я просто не тяну. Короче говоря, скрипя душой, вычеркиваем. Несколько раз сходил в салоны Ауди. Приходил, собирал под себя машину, не верил в цифры, думал приснилось. Приходил заново, снова собирал. И опять меньше 90 тысяч евро, увы, не получалось. И это даже не самый полный фарш, без всякого там супердерева или электронных приборок. Что интересно, новый Cayenne, моя главная слабость, сейчас доступен практически за те же деньги, что и Ауди Q7. Ну, хотя да, внутри он будет немножко попроще, но проблема в другом. Как и в случае с новым Touareg'ом, это абсолютно новое поколение, новая машина, и пока нет уверенности в ее надежности. Да, с предыдущим все было просто супер по меркам класса, но согласитесь, это еще не аргумент. Короче говоря, мы его не вычеркиваем, мы его пока откладываем. И в принципе, этим списком я как-то и ограничивался до тех пор, пока мы не пришли в салон Мерса снимать что почем. Ну вот, как-то так. Сел в коричневый салон с деревом, захотелось проехаться. Взял на неделю на тест, ну и дальше вы в принципе знаете. Если сам тест смотрели, думаю, многие уже догадывались. Да, модель не новая. Да, уходит с рынка, но и цена соответствует. Конечно же, Мерс сделал хорошую скидку, и я не думаю, что кто-то из вас в этом сомневался. И машина получилась даже, по-моему, дешевле, чем тот Touareg, который мне не собрали. Но опять же, поверьте, скидки все делали приблизительно одинаковые. Но по соотношению цена, имидж бренда и комплектация я выбрал сегодня именно Мерседес. Я раньше не имел дела с Мерседесом, и все еще есть некоторые опасения насчет надежности и насчет цены ремонта и обслуживания. Но меня заверили, что именно с этой моделью все будет просто супер. Ну, посмотрим. В любом случае, если что, вы узнаете первыми. Итак, если вы не против, то в ближайшее время мы собираемся снять несколько сюжетов о том, что будем с ним делать. О том, как быстро зарегистрировать машину. Будем выбирать тонировку, антигравийку, наносить защитное покрытие, ставить противоугонку, регистратор и не только. Обязательно напишите, что вы об этом думаете, что интересно, что неинтересно. И обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Потому что в последнее время YouTube может даже не показывать вам наши новые ролики, если вы просто подписаны, но не включили уведомления. Итак, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Будет весело! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!